Здравствуйте, уважаемые друзья! Пришло время поговорить о последних новостях из мира спорта. Сегодня в нашем еженедельнике. Украинская биатлонистка Валентина Семиренко становится чемпионкой мира в масс-старте. Баскетбольный клуб Одесса после поражения во Львове удаляется от зоны плей-офф. Баскетбольный клуб Химик обыгрывает Днепр и ждет в гости Николаев и Галычину. Волейбольные клубы Химик и Уралочка проведут свои полуфинальные встречи Кубка Вызова и КВ на нейтральных площадках. Мини-футбольный клуб Одесса в шаге от выполнения первоочередной задачи на сезон. В финском Кантиалахте прошла уникальная в своем роде гонка чемпионата мира по биатлону, в которой украинских болельщиков медали интересовали во вторую очередь. Неудивительно, впервые в истории мужского украинского биатлона наш спортсмен вышел на дистанцию в красной майке лидера зачета дисциплины с прекрасными шансами в борьбе за малый хрустальный глобус. И Сергей Семенов блестяще справился с этой задачей. Допустив обидный промах на первом огневом рубеже, который помешал Сергею побороться за золото чемпионата, он тем не менее финишировал пятым и остался недосягаемым для соперников по малому зачету, став обладателем малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках. Невероятным для украинских болельщиков биатлона получился и итог последней женской гонки чемпионата мира. Лидер женской сборной нашей страны Валя Семененко одержала свою вторую победу в рамках Кубка мира и впервые стала чемпионкой планеты в личных стартах. Украинская биатлонистка провела идеальный масс-старт, завершив его высоко поднятыми вверх руками. Историческая победа Семененко принесла ей еще два бонуса. В общем зачете Валя существенно оторвалась от Вероники Витковой и вернула себе третью позицию, выигрывая у Чешки 52 балла. Лидерство и желтый бип удерживает белоруска Дарья Домрачева, который для первого в карьере большого хрустального глобуса осталось не растерять за три гонки 21-очковый перевес над финкой Кайса Макарайнин. Кроме того, Валя вышла на второе место в за счете гонок с массовым стартом. И теперь в последней гонке сезона она поборется за возможность составить компанию Сергея Семенову в списке обладателей сезонных трофеев. На данный момент украинка уступает всего один балл в французский прось и на 14-16 опережает грозный дуэт Домрачева-Макарайнин. В минувший уикенд завершился регулярный сезон в чемпионате Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги. Его досрочным и безоговорочным победителем оказался южницкий волейбольный клуб «Химик», который в 28 проведенных встречах потерпел всего одно поражение, набрав при этом рекордные, как для внутреннего чемпионата страны, 81 балл. Второй круг групповой стадии турнира подопечные Сергея Голотова завершали домашними матчами против аутсайдера Суперлиги черниговского коллектива Пет-Университет ШВСМ. В первой игре против волейболисток из Чернигова тренерский штаб многократных чемпионок Украины предоставил возможность для отдыха лидерам команды, а также проверил в условиях, приближенных к боевым, игроков ближайшего резерва, на которых и легла основная нагрузка. Впрочем, кадровые рокировки на общем исходе первого матча никоим образом не отразились. Волейболистки из Южного добились уверенных побед в трех партиях 25-14, 25-11 и 25-20. Хорошо, что выиграли. Многое, конечно, не получалось. В приеме немного порадовало себя в защите, не получалось нападений. Хотелось бы, чтобы больше мячей было забито. Сильно волновалась перед матчем? Ну, то есть уже был такой дебют в Ровно, поэтому волновалась, конечно, не без этого. Ну, тоже как бы второй такой раз, когда выходишь в составе. Повторная встреча, в которой Сергей Голотов все же прибегнул к услугам ряда игроков основы, также прошла по диктовку фавориток противостояния, в котором ни о каком интриге говорить не пришлось. Все свои задачи в плане результата Южинские и волейболистки решили задолго до окончания партии, в которой завершились уверенной победой хозяек площадки 25-13, 25-10 и 25-14. Ну, знаете, не хочу комментировать. Эти игры, наверное, не покажут, насколько они там хорошо готовы или плохо хорошо сыграли. Это, наверное, так. Другая задача была на этих играх. Ну, во-первых, в первой игре не были задействованы почти все игроки основного состава, дали отдохнуть им. А сегодня первые две партии, ну, по заданию, просто уже готовимся непосредственно к Еврокубку. Финальный этап чемпионата Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги пройдет в апреле месяце. Однако до наступления стадии решающих встреч внутреннего сезона подопечным Сергея Голотова предстоит провести два полуфинальных матча Кубка Вызова ЕКВ, где соперником юниорской команды станет легендарный российский клуб «Уралочка» из города Екатеринбург. Поэтому сегодня все свои мысли и силы волейбольный клуб «Химик» направил на подготовку к этому историческому противостоянию. И настрой, и тактический, я не знаю, какой там психологический, там много факторов повлияет. Но мы не поедем сдаваться, потому что мы хотим, для нас это честь будет играть с такой командой. Я понимаю, что для кого-то очень редко в жизни там выпадает шанс поиграть с такой командой. Официальный сайт Европейской конфедерации волейбола сообщил о том, что полуфинальные встречи Кубка Вызова ЕКВ между юниорским волейбольным клубом «Химик» и российской «Уралочка» из города Екатеринбург состоятся на нейтральных площадках. Первая игра, в которой хозяином будет легендарный российский клуб, пройдет в среду 25 марта в 19.00 в городе Минске. А ответный матч соперники проведут в воскресенье 29 марта в 15.00 в польском городе Жешув. К сожалению, все предпринятые попытки руководства юниорского клуба договориться со своими коллегами из Екатеринбурга о проведении матчей в местах прямой прописки команд успехом не увенчались. Несмотря на гарантии безопасности со стороны «Химика», российский клуб отказался ехать в Украину. В Большом игровом зале «Одесская Сдюшор» номер 2 завершился баскетбольный турнир, посвященный памяти героя Украины, почетного гражданина Одессы и Одесской области Бориса Давыдовича Литвака. Соревнования были организованы Одесской областной федерацией баскетбола по инициативе ее президента Валерия Горбатко. Помощь в проведении турнира оказали Одесские городское и областное управление по вопросам молодежи и спорта, а также Благотворительный фонд содействия развитию детского и юношеского баскетбола в Одессе имени Иосифа Кесельмана. Участие в турнире приняли 11 команд юношей и девушек из Одессы, Южного, Измаила, Рени и Килии. Среди представительниц прекрасной половины человечества в главном матче турнира встретились первая команда «Зюшор» номер 2 и коллектив «Соц» из Измаила. В случае победы девушек с берегов Дуная сразу три команды набрали бы поровну очков, и места на пьедестале почета были бы распределены по вторичным показателям. Столь большая цена победы наложила свой отпечаток на ход событий, и эта встреча стала самой драматичной в турнире. Сначала одесская команда уверенно захватила инициативу и достаточно существенно оторвалась от девушек из Измаила, но в дальнейшем воспитанницы Екатерины Глуховой слишком уверовали в свою победу и упустили нити игры. На последних минутах «Соц» сумел вернуть интригу в игру и свел преимущество хозяек площадки до минимума. Определить победителя было невозможно до самой финальной сирены, которая в конечном итоге все-таки зафиксировала победу девушек из Одесской с Дюшор номер 2 со счетом 19-18. В турнире среди ребят матчи в предварительных группах прошли без неожиданностей. Безусловное лидерство здесь было у южненского химика и Одесской с Дюшор номер 2, которые и встретились между собой в финальном матче. Первую четверть с минимальным преимуществом выиграли южницы 21-20. Сохранилась интрига и до конца первой половины игры 40-36 в пользу химика. А вот на вторую половину финального поединка у воспитанников Дмитрия Шаламова из Одесской с Дюшор номер 2 сил уже не хватило. Гости из Южного выиграли третью четверть 26-17, а с ней и заключительную четвертую 12-10. В итоге воспитанники тренера Владимира Панько победили одесситов со счетом 78-63 и выиграли золотые медали этого турнира. А в завершении все участники соревнований сделали традиционное общее фото на память о первом турнире, посвященному памяти Бориса Давыдовича Литвака. Отличные организации и проведение состязаний не оставляются мнений в том, что со временем мемориал Бориса Литвака станет традиционным и займет достойное место в календаре детско-юношеских соревнований всей Украины. В чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд высшей лиги два поражения потерпели резервисты южненского химика. В центральных встречах тура подопечные Александра Пащенко уступили в Киеве лидеру турнирной таблицы местному авангарду 78-88 и 96-114. После 18 проведенных встреч, имея в своем активе 9 побед, южненские баскетболисты продолжают вести борьбу с харьковским авантажем политехникам за третью позицию в регулярном сезоне. 21 и 22 марта «Химик-2» на своей площадке примет луцкую команду «Волынь-баскетбок-университет». Начало встреч в 14 и 11 часов соответственно. 20 и 22 марта свои очередные игры в рамках регулярной стадии чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд суперлиги проведет лидер турнирной таблицы южненский химик. Соперниками подопечных Карлиса Мужникса станет муниципальный баскетбольный клуб Николаев и львовская Галычина. Для того, чтобы гарантировать себе в регулярке итоговое первое место, а вместе с ним получить в серии плей-офф преимущество собственной площадки, южненским баскетболистам необходимо одержать в этих играх всего одну победу. Эту задачу нельзя назвать для команды Одесского припортового завода архисложной, поскольку в нынешнем сезоне химик уже по два раза обыгрывал и Николаев, и Галычину. Причем делал это уверенно как на своей площадке, так и в гостях. К своим последним в этом месяце домашним встречам подопечные Карлиса Мужникса подходят в приподнятом настроении, ведь 15 марта южненский химик добыл важную гостевую победу над одним из претендентов на бронзовые медали Днепропетровским Днепром 69-60. Главным творцом этого успеха стал Рамон Мур, который принес в копилку команды 19 очков, 8 подборов, 7 передач и 4 перехвата. Вместе с американским легионером весомый вклад в общую победу химика внесли Игорь Зайцев, на счету которого 11 очков и 9 подборов, а также Владимир Конев, в активе которого 10 баллов и 5 удачных действий под кольцом. Обращаем ваше внимание на то, что поединок между химиком и МБК Николаев пройдет в пятницу 20 марта и начнется в обычное для рабочего дня время в 18.00. А вот игра против львовской Галычины состоится в воскресенье 22 марта и начнется в 14.00. Все дальше от финальной стадии плей-офф удаляется баскетбольный клуб Одесса. 17 марта «Акулы» в стратегически важном для себя матче уступили во львове местной Галычине 75-95. При этом одесситам пришлось мириться с очередными кадровыми потерями. К лазарету команды примкнули Артем Слепенчук и главный тренер команды Олег Юшкин, которого в срочном порядке заменил Вадим Пудзерей. Преимущество львовян в этом поединке росло постепенно. В дебютной четверти номинальные гости ударно провели концовку и благодаря метким броскам Максима Тютюника повели плюс три. В течение следующих десяти минут игры Галычина увеличила разрыв в счете еще на четыре очка, хотя была очень близка к тому, чтобы превратить свой гандикап в двухзначный. Вторую половину команды начали при счете 44-37 в пользу Галычины, и именно третий период оказался переломным. Великолепная игра ветерана львовской команды Ярослава Зубрицкого, которого поддержали его младшие партнеры, вместе с выигранной борьбой под счетами, стали залогом общего успеха львовской команды в этот день. За три игры до окончания регулярного сезона в активе баскетбольного клуба Одесса всего восемь побед и только девятая строка в турнирной таблице. Для выхода в финальную часть чемпионата Украины одесситам в трех оставшихся матчах регулярного сезона необходимо добывать максимум очков, что с учетом всех нынешних проблем клуба и в первую очередь отсутствием домашней арены, на которой ее смогли бы поддержать болельщики, представляется весьма неправдоподобным вариантом. Подходит к своему завершению предварительный групповой этап чемпионата Украины по футзалу среди команд первой лиги. Ведущий борьбу за попадание в четверку лучших команд первого эшелона мини-футбольный клуб Одесса в 13-м туре встречался в Киеве с местным эпицентром, занимающим вторую позицию в табеле о рангах. Уже по итогам первого тайма столичные футзалисты сумели создать себе задел в два мяча. На голы Романовского, Каратенко и Сангетского одесситы ответили лишь одним взятием ворот, да и то, которое пришлось на автогол нести рука. К 33-й минуте встречи дело и вовсе запахло форменным разгромом для горожан. Сначала Филатов сделал счет 4-1 в пользу эпицентра, а затем Тимошенко развил успех своих одноклубников. Только после того, как счет стал 5-1 в пользу хозяев игрового паркета, одесситам удалось заявить о себе во весь голос. В интервале с 304 по 39-й минуты подопечным Павла Ордаковского практически удалось сделать невозможное – сократить свое отставание в счете до минимума. Таранчук и дважды Колесников максимально обострили интригу в этом матче, однако уйти от поражения в этот день одесситам было не суждено. Последнюю возможность восстановить паритет на табло мини-футбольный клуб Одесса упустил на предпоследней минуте, когда в его составе Колесников не реализовал дабл-пенальти. Несмотря на осечку в Киеве со счетом 4-5, подопечные Павла Ордаковского еще раз доказали, что характер и мотивация у команды есть. Вот они-то в полной мере и понадобятся одесситам 22 марта, когда в заключительном 14-м туре горожане в игровом зале спортивного клуба армии примут херсонский коллектив «Продэксим». Для выполнения задачи выхода в четверку лучших команд отечественной первой лиги мини-футбольному клубу Одесса необходимо во что бы то ни стало обыгрывать гостей из Херсона. Перед решающим туром одесситы уже расположились на заветной четвертой позиции, однако в теории вопроса на нее еще претендует «Хмельницкий спортлидер-2», отстающий от нашей команды на одно очко. «Хмельницкий спортлидер-2»